МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети солнца на сцене красного факела. Текст Горького переработали, а действия перенесли в Америку. На базе Новосибирского госуниверситета создадут хаб инновационных лабораторий Сбербанка. Регион заключил соглашение о сотрудничестве с финансовой организацией. Сейчас обсуждают выделение денег на поддержку наукоемких производств. А уже следующей весной в Новосибирске начнут строить необычный фонтан. На его поверхности можно будет смотреть фильмы. Установить его планируют на территорию Академгородка. Точное место пока не определили. Расходы на строительство берет на себя Сбербанк. Территорию вокруг фонтана благоустроят за счет городского и областного бюджета. К световому оформлению традиционному добавлено лазерное сопровождение. Лазерное сопровождение как внешнее, так и встроенное в саму строительство. Что позволяет на водный экран транслировать изображение, любые изображения. Это могут быть программы, посвященные Новосибирской области, ее истории, знаменитым людям, которые здесь работали. Впервые в Сибири во время одной операции хирурги пересадили ребенку сразу два органа. Подходящую почку и печень Вадим Золотухин ждал почти 4 года. Все это время мальчик жил в больнице. Сегодня ребенок практически здоров. Анна Братушкина подробнее. Сейчас Вадим Золотухин приходит в больницу только на осмотр. А совсем недавно ребенок здесь жил постоянно. Вадик родился с больными почками. Со временем болезнь прогрессировала и дала осложнение на печень. Нужно было пересаживать оба органа. Родители и другие родственники донорами стать не смогли. Подходящей печени почку мальчик ждал 3,5 года. В конце июня врачи областной больницы провели успешную трансплантацию. Ну да, было страшно. Я боялся сильно. Как совладался с собой? Ну, не знаю. Просто что надо. Мама рядом была? Бамушка? Да. Все приехали. Операция уникальна, говорят врачи. Впервые в Сибири ребенку пересадили сразу два органа. Вот у этого ребенка особенность, изюминка сама вот этой процедуры заключалась в том, что у него был использован фрагмент печени и почка, полученные от посмертного донора. Сейчас все анализы Вадика в норме. Врачи даже разрешают не соблюдать особую диету. По строгим запретам только сладкое. Главное – это мультидисциплинарный подход. На сегодняшний день это выполнимо только в таком огромном, крупном лечебном учреждении, где сконцентрировано все. Работа педиатров, детских докторов, работа, блестящая работа реаниматологов. И это, безусловно, люди с горящими глазами, которые хотят это делать. И сегодня эта команда – молодая команда транспланторов. В России донором может стать только взрослый человек. Если больному ребенку нужна почка, часть печени или легкого, такой донор может спасти детскую жизнь. А вот сердце взрослого ребенку не подходит. Сейчас рассматривают закон, который позволит пересаживать органы умерших детей. Как бы это ни звучало страшно, но дети умирают, а другие дети могли бы и не умирать. На данный момент такого закона нет. Он в проекте и будет когда-нибудь утвержден. В этом году Вадик Золотухин школьную программу осваивает дома. А вот в следующем сможет пойти на занятия в класс и даже заниматься спортом. Анна Братушкина и Евгений Макаров. Новосибирские новости. С начала года в Новосибирске в пожарах погибли 24 человека. 10 сгорели в домах частного сектора. Главная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. 5 человек погибло по причине неосторожного обращения с огнем при курении. То есть 5 человек курили, скорее всего, в постели или при просмотре телевизора вечером. Сигарета выпала, загорелась одежда, и человек либо сгорел, либо задохнулся. Спасатели, сотрудники мэрии и администрации проводят регулярные рейды по противопожарной безопасности. Сегодня такая проверка прошла в Ленинском районе, в частном секторе на улице Попова. Здесь с начала года произошло уже три пожара. Специалисты оценили состояние печей, проводки и проверили, есть ли во дворах легко воспламеняющиеся предметы или сухая трава. Если жители не устраняют нарушения, их штрафуют. Размер финансового наказания – от полутора до трех тысяч рублей. Делаем придомовой обход, общаемся с жителями, разъясняем порядок и правила действий при пожаре, профилактические мероприятия, смотрим придомовую территорию, чтобы не было складировано горючих материалов каких-то, ну, пилометроматериалы, тем более сейчас люди активно заготавливают уголь, дрова к зиме. Три десятка молодых рябин теперь растут во дворе Новосибирского политеха. Деревья посадили студенты-инвалиды и помогали им однокурсники. Мой коллега Александр Сульдин тоже взял в руки лопату. Мне ну прям вот так, вот так, это ногу. Поставить рябину, засыпать землей. Над каждым саженцем трудятся вместе инвалиды и их однокурсники. Насыпают специально привезенные чернозем, чтобы деревца лучше прижились. У Ивана проблемы со слухом. Он студент второго курса, учится на программиста. Приехал сюда из Красноярска. Говорит, Новосибирский институт порекомендовали знакомые. Иван, как более опытный товарищ, все-таки он с утра сегодня садит деревья, руководит процессом. Вообще, наладить диалог у нас получилось, и работа на совместный результат вполне удалась. Пройдет лет пять, и здесь будет большое, красивое зеленое дерево. У парня сегодня появились новые приятели. На факультете, где учат специалистов по радиоэлектронике, вместе рябину сажали. Я начал им помогать. Мы вместе дружно копали яму, потом начинаем обсуждать, какую ширину, какую глубину там надо копать. Мы закапываем, и в конце концов уже начинаем знакомиться, кто как зовут и откуда. Ивану очень нравится гулять с университетскими друзьями по ночному Новосибирску. У него есть мечта стать программистом в банковской сфере. Скорее всего, он продолжит учебу в этом университете. Здесь есть все условия, и главное, атмосфера доброжелательная. У нас очень большая служба сопровождения. У нас работают психологи, социальные педагоги. Да и сами ребята работают волонтерами и тьюторами. И помогают адаптироваться к среде вуза, ну, всем без исключения студентам. Сегодняшнюю совместную посадку деревьев организовали, чтобы познакомить ребят. Двор технического университета украсили три десятка молодых рябин. В университете говорят, это только начало. Александр Сульдин, Олег Кролевец, Новосибирские новости. В сентябре для детей открывают двери не только школы, но и спортивные секции. В муниципальных воспитанников принимают бесплатно. Родителям нужно будет купить только экипировку. В городе несколько десятков спортшкол и секций. Михаил Якимов расскажет, как идет набор. Муниципальная легкоатлетическая школа «Фламинго» известна своими знаменитыми бегунами. Здесь воспитали победителей универсиад и других международных соревнований. Подготовку новичков начинают с АЗОВ. Мы никогда не мерзнем, как говорится. И младшие дети у нас всегда и в зале занимаются, и в манеже. Сейчас у школы появился еще один манеж. На стадионе «Локомотив». Под руководством опытных тренеров воспитанники стремятся достичь спортивных высот. Равняются на лучших бегунов в стране. Я равняюсь на Соколенко Екатерину, она МСМК по легкой атлетике. Бегает с 3000 с препятствиями. Тоже хочу быть эллипийской чемпионкой и чемпионкой мира, конечно. В бильярде, как и во многих единоборствах, тоже бьют. Киим по шару. Для этого нужен не только точный глазомер, но и крепкая рука. Для того, чтобы нанести точный удар, нужно привести себя в спокойное состояние. Нужно управлять собой, своей физикой. Своей, скорее, вот такая психофизическая зависимость. Поэтому ребятишки, которые занимаются бильярдом, это в основном, ну, скажем так, умеющие управлять собой. Азартный спорт моментально захватывает начинающих бильярдистов. Хочется поиграть. Мне даже, когда приходится уходить, это заканчивается. Хочется еще остаться. Популярен и футбол, тем более после чемпионата мира. В муниципальной детско-юношеской школе занимаются более двух тысяч воспитанников. Отделения есть во всех районах Новосибирска, кроме советского. Наборы у нас продолжаются практически в течение года. Но сейчас вот в август и начало сентября как бы большее количество детей. Самир привык отбивать даже сложные мячи. В футболе он не новичок. Вместе с командой уже выиграл несколько турниров. Но любимую позицию на поле пока не выбрал. Ну, иногда охота прямо в поле поиграть, забивать голы. А иногда охота потащить красивые удары. В футбольной школе начинают заниматься с детьми с пяти лет. Команда парней 2002 года рождения весной сыграет в финале первенства России. А еще среди выпускников школы есть игроки футбольного клуба «Сибирь». Михаил Якимов, Денис Савинский, Дмитрий Кан, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Новинки обувной моды представили в экспоцентре на выставке «Сипшуз». Оптовые покупатели могут посмотреть, примерить и заказать актуальные тренды будущей зимы и весны. Мы делаем особый акцент на самую актуальную сейчас модель босоножек молодежных с закрытой пяткой и ремешок на щиколотке, желательно пошире. Знаковые модели у нас – это классика ботильон. Основные цвета – бордо, зеленый глубокий бутылочный цвет, бутылочные стекла. Ну и черный, конечно, самый коммерческий цвет. На полках можно найти все – от босоножек до валенок. Мужскую, женскую и детскую обувь представляют ведущие российские и зарубежные производители. Участники выставки отмечают – сейчас основной критерий при выборе обуви – комфорт. Поэтому, например, модные несколько сезонов подряд уги уступают место сибирской обуви – унтам. Уги – это австралийская обувь. Начнем с этого. Унты – это наша сибирская обувь. Наша русская обувь предназначена для нашей русской зимы. Унты сейчас обновленные, на подошве литой, на подошве микрополистой резины. В моде сейчас укороченные унты, которые мы можем носить и с джинсиками, и с юбочками. Очень хорошо у нас их берут. Я сама хожу. В «Красном факеле» завтра первая премьера сезона. «Детей солнца» по произведению Максима Горького поставил Тимофей Кулябин. Почему актеры репетировали не в театре, а в квартире? И зачем режиссер перенес действия в американское общежитие? Об этом Екатерина Макаркина. Да, мы – дети солнца. Хочешь так? Дети солнца. Дети – источника жизни. На сцене несколько комнат. В каждой живут, работают и говорят о самом личном – ученые и художники. Люди далекие от бытовых забот. Пьесу о пропасти между классами Горький написал после первой русской революции. Но линию народного бунта режиссер Кулябин и драматург Федянина из спектакля полностью вырезали. Тема такого классового непонимания между интеллигенцией и рабочим классом, она просто сегодня уже не звучит. Это немножко такая уже устаревшая тема, поэтому, в общем, мы сконцентрировались исключительно на теме взаимоотношения внутри этой семьи, потому что это, в общем-то, одна большая семья и их непонимание друг друга. Действие в спектакле разворачивается на пороге миллениума. Герои празднуют Новый год в общежитии Американской Силиконовой долины. У каждого из них стараниями актеров появилась детально прописанная биография. Реальные события 90-х отразились на судьбах и характерах. Когда мы придумали место действия наших героев, мы стали искать в интернете, в книгах, что какие люди, такая судьба похожая, что очень много русских в Силиконовой долине. В те годы было очень много таких людей, математиков, программистов, ученых побежали в Америку. Подача материала не совсем классическая. Никакой игры на зал и громогласных актерских интонаций. Все максимально приближено к простому человеческому общению. Ради этого эффекта первые месяцы репетиций проходили в настоящем общежитии. Было очень непривычно в начале, потому что мы не знали, куда одеться. Мы буквально были заперты в квартире. У меня очень теплые воспоминания об этом, о репетициях. Это, наверное, у меня такой, ну, не могу сказать, что прямо такой в первый раз, такие вот теплые воспоминания о таких репетициях. Но это было очень здорово. Перестаньте, перестаньте, Борис Николаевич, вы что ли понимаете? Что вы получите меня? Люди, которые друг друга не слышат, излюбленные персонажи Кулябина. Но кроме размышлений об одиночестве и великих целях, зрителей ждет целая временная головоломка. Чтобы не расслаблялись. Екатерина Макаркина, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. В театральном сквере сегодня ловили лето. С погодой организаторам фестиваля городских центров молодежной политики повезло. На праздник пришли сотни новосибирцев. Шел из института, в итоге смотрю здесь что-то происходит, но решил остаться. Потом смотрю, шахматы разложили. Довольно-таки интереснее, так как довольно-таки объемные фигуры. То есть туда всегда ходить надо, а не просто на месте сидеть. Да и просто вся обстановка, то что это на природе, как бы солнце, довольно-таки приятно все это. Фестиваль городских молодежных центров «Лави и лето» в Новосибирске уже традиция. Здесь каждый может найти себе занятие по душе. В сквере организовали 13 творческих площадок. Участие в мастер-классах бесплатное и без возрастных ограничений. Я обошел все площадки, сейчас иду, повторяю, уже конкретизирую, встречаюсь с молодежью, встречаюсь с организаторами этих площадок. Многие как прекрасно, сколько много молодежи. И мы вот здесь ветераны, мне 70 лет, а я здесь с молодежью. Вы посмотрите, какой я тонкий ход. Прекрасно. Куда пойти учиться после школы? Этот вопрос задают себе многие старшеклассники. В НГУ на него ответили подробно. Устроили пикник с научными опытами и мастер-классами по физике и робототехнике. А школьники сняли об этом репортаж. Мы продолжаем совместный проект новосибирских новостей и городского школьного телевидения. Учебный процесс уже в самом разгаре. Вчерашние выпускники знакомятся с университетом и старшеклассниками. Узнают лайфхаки, как учиться легко и просто. Для этого есть не только перемены, но и интересные мероприятия. У каждого вуза свои. Евгения ученица физмат-школы в планах поступления в НГУ. Сейчас в поисках факультета мечты. Меня привлекает факультет Фен. Поэтому я хочу встретиться. Я сама мне хотел попасть на ликторию, потому что он, во-первых, в здании. А устроиста на очень интересный лес. Open Space Picnic – как раз такое внеучебное мероприятие. Одна из визитных карточек НГУ. Для студентов – это знакомство с другими факультетами. Для школьников – возможность выбора будущей профессии. Как вырастить безвирусный урожай, спасти человека или создать умный дом. В НГУ давно разгадали эти загадки. Интерактивные площадки не только интересны, но и полезны для каждого. Правда, погода внесла коррективы в программу праздника. В этом году потеряли площадку с мелкими животными из лаборатории систематики. Потому что муравьи в такую погоду не вылезут, а коньяки замерзнут. Поэтому у нас есть определенные погодные ограничения, которые не позволяют выйти всем, кто хотел. Тема научного пикника – начало твоей эволюции. НГУ предложил провести время с пользой и дать старт новому учебному году. Монакова Софья, Шеломанов Дмитрий. Специально для новосибирских новостей. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok